Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. В сентябре свадьба у родственницы со стороны матери. Она начала готовиться к свадьбе, как только мы узнали о ее помолвке. Бесконечно ищет наряд, ежедневно постоянно обговариваются нюансы торжества, где остановиться, какой наряд одеть, что подарить. Уже начала напрягать меня эта ситуация, точнее предание ей слишком высокой значимости. Мои попытки наладить общение после приезда родственницы из Питера не увенчались успехом. Полный игнор на любые сообщения, поздравления и так далее. Общение сведено к нулю по ее инициативе, уже поднадоело. Был юбилей у мамы в сентябре, где и как отмечать, обсуждалось постоянно на протяжении полгода. Выбор на ряду места проведения торжества. Скоро у меня юбилей после свадьбы родственницы. Разговор на эту тему даже не начинается. При моих попытках его начать, тема переводится на тему свадьбы сразу. Очевидно, полная незаинтересованность. В такой ситуации мое желание отмечать юбилей исчезает. Никто этому событию не придает значения. Как быть? Я бы здесь начал с того, что обратил бы ваше внимание на следующие, как мне кажется, довольно значимые моменты. Первый момент касается того, что вас определенная ситуация стала напрягать. О чем это говорит? То, что вас это стало напрягать. Это говорит о том, что вы в эту ситуацию, по-видимому, погрузились больше, чем хотели бы. То есть в эту ситуацию вы столкнулись в этой ситуации, вы плотнее, чем вам было бы комфортнее. И позволили себе где-то нарушить ваши личные границы. Это первый. Первый аспект. Второй аспект. Вы говорите о том, если я правильно вас понял, вы говорите про то, что когда на ваш юбилей не обращают внимания, то и вам не хочется его отмечать. Вот это, как мне кажется, весьма интересная история. Почему? Потому что, на мой взгляд, это может демонстрировать вашу такую вот, ну, некоторую, что ли, неуверенность в себе. То есть, когда не очень хотят, а не очень придают значение чему-то другие люди, то и я не очень придаю этому значение. Как бы говорите вы. И, в общем-то, это свидетельствует о том, что себя вы можете обесценивать. Насколько сильно обесценивать? Пока же было сказать сложно. Но то, что вы себя обесцениваете, это, конечно, факт. Поэтому я бы здесь вот в первую очередь поисследовал бы именно этот момент, именно этот аспект в первую очередь. То есть, аспект того, как я к себе, ну, сама, да, отношусь. Как я себя воспринимаю, например, и не слишком ли сильно я в этом смысле завишу от других людей. На мой взгляд, довольно сильно. Вы завистите. И последнее. На что я бы хотел обратить ваше внимание. Вы говорите, что со стороны родственницы не чувствуете заинтересованности. Ну, заинтересованность как бы в себе. Я так понимаю. И вам таким образом не хочется для неё ничего особо делать. И у меня к вам, конечно, здесь возникает вопрос. Нет ли у вас такого чувства, такого ощущения, что как будто бы вы ей, ну, не знаю, должны что ли? Вот. Если что-то такое есть, если есть чувство долга, например, перед ней. То это само собой является серьезной проблемой, если есть чувство долга. Потому что из чувства долга никогда ничего хорошего не получается. Если вы себя заставляете что-то делать, например, для неё. то вы будете так или иначе чувствовать себя, ну, как мне кажется, некой такой удивленной, некой такой жертвенной, некой такой использованной. Я бы так это сказал сейчас. С точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии, по крайней мере, выглядит так. То есть, грубо говоря, умение расставить свои личные границы, что я хочу для, например, тебя делать. Чего я не хочу для тебя делать. В данном случае очень и очень важно. Ну, у вас вот этого как будто бы нет, как будто бы нет, к сожалению. Что, на мой взгляд, и является проблемой. Что, на мой взгляд, и порождает довольно много негативных переживаний. Я думаю, чувство вины и ощущение, знаете, ну, такой вот такой несвободы, что ли, ну, вашей личной несвободы, как мне видится. И, конечно, это нужно, как мне кажется, корректировать. На мой взгляд, это можно и нужно корректировать. Но, само собой, что это, ну, здесь мы сталкиваемся с тем, да, вот, ну, хотите ли вы, мы сталкиваемся с тем, хотите ли вы этим, в принципе, заниматься. Все, да. enjoys it. the role oficas tits you on the role of you что бы что, что бы что, то есть что вы хотите получить в итоге, а почему вы хотите в итоге-то? Потому что именно вот как быть зависит от цели. Если вы хотите, чтобы, ну вот, например, ваша родственница относилась к вам хорошо, допустим, допустим, но, наверное, в этом смысле вам придётся играть по её правилам, если вы боитесь потерять её расположение, например, если вы боитесь того, что она, ну, не знаю, как-то вот развлится на вас и так далее. То есть тут, ну, весьма разные есть моменты, весьма разные есть варианты, я бы так сказал. Ну, 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 у вас могут быть и, ну, другие цели. Вот, у вас могут быть и другие задачи. Вот. Вопрос только заключается в том, что это за цель. То есть важно определиться с целыми, ну, вашими целыми. Для чего я это хочу? Что мне нужно. Вот. Понимаете, да? И тогда я думаю, что потихонечку всё, ну, всё нормализуется. У вас. Да. Безусловно, ситуация очень неприятная. Это правда. Ситуация, вот, в которой, ну, в которой вы оказались, действительно очень неприятная ситуация. Вот. Ну, и не есть выход из этой ситуации. Вот. Вопрос только в том, устроит ли он вас? Вот. Вот. То есть, ну, 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 вот, как вы сами для себя, например, видите этот выход? Вот. Вот. И видите ли вы его, ну, вообще. Вот. Причём, такой выход, чтобы, ну, вас это как-то вот устроило бы, что ли. То есть, такой выход, чтобы вы себя, ну, не потеряло. Вот. Потому что потерять себя довольно легко. На мой взгляд, по крайней мере, по крайней мере. Вот. 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 Как-то. Так. Пожалуй, я мог бы ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. ответить с точки зрения психологии и психотерапии. может быть, я буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу, это вот, это позволит вам начать на собой работу, то есть, позволит вам сформулировать, скажем так, ну, базовые для психотерапии, вот, чтобы вы увидели, с чего, с чего вы хотели бы начать работу, в какую сторону вы хотели бы двигаться. Вот. И начинать заниматься собой и своим психологическим здоровьем, вот, повышать тем самым качество своей жизни. Спасибо вам самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Удачи. Удачи. Удачи.